Смотрите-ка, у нас огромный манго, где-то килограмма на пол. Взяли лопатку. Радя? Не ожидали, что такое произойдет. Все, Радя уже наконец наелась. Реально всю мою спаржу съела. Так что этой штуки нам хватит 100%. Минимум на год, а может быть и на два. Итак, друзья, мы снова на почте. Надеюсь, что таки пришли наши карточки наконец. Спасибо. Здравствуйте. На Бузану свой постим. Мы со всеми дружим, но не все присылают. Не, а нам еще бывает там блендероли и так далее. Кабель заказала, вот видите, тут есть минус 2%, правильный порошок, тает 6 кг. Я думаю, что таки может быть мы купим, сейчас посмотрим. Дайте еще минус 2%. В общем, мы взяли такой вот 6 кг порошок тайт. Взяли лопатку. Радя? Рада. Классная лопатка. И еще этот крем получается с разбрызгивателем для детей 100 миллилитров 35 гривен всего. Для детей как раз папе подойдет. Для детей от одного года Радя как раз идеально. Лопатка 20 гривен такая стоила. Габель говорит, как у Иисуса этот, тот порошок детский, который мы покупали более года назад. Не, хотя год назад мы его где-то покупали. Плюс-минус, чуть-чуть меньше даже года назад. И Габель говорит, там до сих пор есть. Не помню, сколько там, полтора или два с половиной килограмма. И он до сих пор у нас есть. Габель говорит, как это, Иисус с хлебом, и что там было, и с вином, наверное, или с... А хлеб и... Габель говорит, как, да, как Иисус с хлебом и этими рыбами. Петь ее хлебами, петь ее рыбами, чтобы навсегда хватило. Так и у нас на год хватило детского порошка. И, в принципе, правильно, используйте немного, слишком много, оно тоже будет. Но все равно, так или иначе, химия всякая. Но Габель говорит, что оно сильно мало тоже не использует. И хватает на год. Так что этой штуки нам хватит 100%. Минимум на год, а может быть и на два. Габель говорит, что на два года точно не хватит, но посмотрим. На год полтора точно хватит. 6 килограмм порошка. Я еще столько не покупал. Да, плюс, Габель говорит, у нас столько, сколько урады вообще нет. На двоих даже вещей. У нас так все скромненько, урады, очень много вещей. Так что ее еще, может, еще больше уходит. Короче, все, идем домой. Всем пока, скоро увидимся. Да, у нас тут, конечно, опять происходит хаос. Рада, как всегда, это странно все это. Жмет эти фрукты и ест. Зато явно вкусненько. Ну что, большую ежевику. Вот, и получается, интересно только что был момент. Мы не успели отснять. Не ожидали, что такое произойдет. Получается, Габель положила, ну, не полно вот этот судочек, но довольно много. Вот этой ежевики, вот в эту баночку, не знаю, в штуку, короче, пластиковую. И получается, я говорю, что Рада по-любому, и Габель положила ее на этот маленький столик. Я говорю, ну, положи ее на пол хотя бы, потому что Рада ее по-любому уронит на пол. И Габель положила на пол, а Рада достала ее с пола и положила на вот этот столик маленький. Типа, с пола кто ест? Да. Габель говорит, что она, типа, самовосовершенствуется, как она называет, самовоспитывается, я бы даже сказал, я никто этому не учил. Но с пола она не хочет есть. Габель говорит, что она постоянно ложит именно на столик вот эту вот пластиковую баночку. Но сейчас, когда там ничего нет, то она уже положила на пол. Сейчас мы, может, еще чуть-чуть добавим, посмотрим, как она. Увел, вот и утром фрута. И меньше банана, скажем так, что она не хочет. Мы решили теперь попробовать вместо вот этой невкусной, не очень, так скажем, сладкой ежевики, предложить ради манго и Фэээ. Рада манго так и не любит. Папа очень любит манго. А смузи из манго папа вообще... Ай-ай-ай, все, все тут, папа. Короче, манго вообще не пошло. Оно все оказалось на полу и теперь его придется выбросить. Но мы, слава богу, буквально третьего использовали, остальное третьего. Мы сейчас... Я даю только один кусочек. Очень вкусно. Да, небольшой кусочек был? Дай, пожалуйста. Отвратительно, да, Рада? Будет все красное в ежевике. Короче, сейчас помоем Раду и сделаем себе с манго смузи. Не, Рада не, я буду лимпать только здесь. Рада будет продолжать сухой, потому что она будет ехать больше, если она está сфором. А, Габелька, еще. Рада так и будет грязно. Это мы помоем пол и так далее. Еще ради дадим какие-то фрукты, чтобы она наелась хотя бы. Потому что манго наелась. Она стоит очень вкусно. И заодно, я надеюсь, Габелька твоим еще и сделает папе какие-то смузи. Вот такой у нас еще, кстати, арбузик. И Рада вообще отказывается в упор есть манго. Смотрите, какой у нас огромный манго, где-то килограмма на пол. Желтый, красный, вернее, шикарный. Но Рада нельзя. Мама, мама. Дадим, я сейчас какие-то другие фрукты. И сделаем себе из этого манго смузи. Еще чуть-чуть пару этих слайсов. Габель говорит, что она даже не может нормально сказать. Рада уже начинает сразу пить. И мы сильно покормили Раду фруктами. И она все-таки хочет и наши смузи. Габель сделала. Она у нас смузи на троих мы сейчас сделаем. Брат Габель тоже у нас присутствует. Короче, Рада их так и много пьет. И сильно хочет Габель даже это. Снимал. Из рук. Короче, Габель не может нормально поесть. Но очень вкусные получились. Смузи мы туда еще регулярно добавляем. Мы взяли у нашего дедушки любимого. Какая-то как называется. Меда. Нет, не меда. Получается пчелиной пыльцы. И его вместо витаминов добавляем в смузи. И у нас уже мед закончился. И мы, собственно, вместо меда. Эта штука не сладкая. Но манго с бананом и с ежевикой очень сладко. Даже такое впечатление, как перебор меда. Короче, истерика. Теперь твоя очередь. Да, Габель говорит, как минимум она дерется, чтобы выпить что-то полезное. А не какую-то водку там или еще что-то. Не наркотики. Рада, какой наркотик детский? Габель говорит, весь мой сок выпил, а уже ничего там нет, не осталось. Габель еще хотела туда это, пару кубиков льда кинуть, но решила потом не кидать. Вдруг Рада тоже захочет. И Рада, собственно, ее весь выпила. И она тоже захотела, да. Есть люди, которые говорят, что Рада ничего не ест. Вот она уже поела фрукты и выпила в этом смузи три банана. Куча черной смородины. Куча этого манго. Огромного полкилограммового. Да, полманго этого огромного полкилограммового. И Рада пошла еще добывать какую-то еду. Собственно, все, всем пока чуть позже увидимся. Будем готовиться уже к сказочному городу. И нужно делать, чтобы водить и все вновь. Да, фонтану пинк про керамбар. Угу. Еще хочет. Давай еще. Калма. Не добила. Еще. Видите, Рада кушает спаржу у нас. Это с чем? С рисом, да? Угу. Обед Рады у нас сегодня происходит. Рада кушает почему-то с той, непонятно почему. Рада чуть-чуть. Обычно она кушает с нами, но папа до сих пор занимается йогой, поэтому кушает отдельно сегодня. зато потом с мамой, зато потом мама может попутать со всеми вместе, а не вместе с Радой. Сначала за Раду, потом за себя. Раду, кстати, очень понравился этот рецепт, вот, и Раде понравился, это уже вторая тарелка, которую Рада ест, и уже она не хочет, правда, но этого более чем достаточно. Разбросал чуть-чуть тут все под столом, но Габриэль еще вкусно, и тем более Раде нравится, так что мы потом покажем, как это все готовится, наверное, отдельно. Раду, спаржа, что ты на это скажешь? Вот так вот, ребенок с огромным удовольствием прилетает вареную спаржу, если ему ее дают. Но папа уже и так немного осталось, поэтому папа даже не знает. Да, и это, кстати, Рада уже пообедала, буквально полчаса прошло, пока я дотренировался, дозанимался. Видите, она обоими руками с огромным удовольствием еще и нашла радость. Пола нельзя подбирать, папа уже рассказывал. Папа уже практически не осталось спаржи. Габриэль говорит, что сегодня утром мама осталась практически без этого, своего этого сока, своих смузи, и папа сегодня практически остался без своей спаржи. Короче, Рада уже съел полторы тарелки, еще хочет доесть мою спаржу. У меня уже реально, видите, не так много штучек, восемь осталось. И Габриэль говорит, что даже часа не пришло, когда она пообедала, и она съела полторы вот таких вот тарелки, как у меня. Спаржа, короче, вообще идет лучше детям, как говорится. Папа будет только есть один рис. Рада, мама уже закончила спаржу. Витя, у мамы вообще нету спаржи, и у папы уже остались буквально считанные. Все, Рада уже наконец наелась, реально всю мою спаржу съела. Все, уже кинула на пол, собственно, и все, друзья. Все, сейчас мы пойдем, все, пока-пока, все, ничего мы не говорим, да. Да, и Габриэль говорит, правильно, что Рада уже все знает, я уже только говорю, все, пока, она уже такая, ну все, пока. Все, пока, Рада. Все, друзья, вернемся с вами в следующей серии. Мы сейчас пойдем забирать наши какие-то очередные покупки. Завтра будет наш очередной лайфстрим. Габриэль говорит, что Рада уже умнее нас, она уже на всех языках догадывается, когда мы говорим пока. То есть она уже хоть чуть-чуть понимает и русский, и португальский одновременно. Это уже хорошо, это уже плюс. Рада, теперь давай говорить на русском. Пока. Все, друзья, увидимся с вами дальше. Пока. 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 пока.